Возлюбленные, мир вам и благодать. Особая благодарность хористам. Сегодня, знаете, как-то хор по-особому звучит. За четыре месяца первый раз у нас такая большая хоровая группа поет. И те псалмы, которые мы знаем, наверное, десятилетиями даже, они как-то по-особому звучат. И это как ублажает сердце и наполняет каким-то особым чувством. Поэтому, хористы, спасибо вам. Не буду к вам поворачиваться. Как Александр Иванович сказал, начинается новая серия свидетельств. И как-то так получилось, что мне в нашем собрании, в дневном, наверное, или уже в третьем собрании, можно назвать, выпала эта честь. И я хочу поделиться одним таким, знаете, свидетельством. Но хотел бы зачитать такую одну предысторию, которая пришла от Андрея Павловича ко всем проповедникам, перед графиком проповедником, и написано было так. В свидетельстве необходимо рассказать, что сделал Бог в вашей жизни, или как вы заметили его заботу. Взять для себя уроки и увидеть его водительство. Я сначала так замешкался, думаю, это не проповедь. Он сразу написал, братья, свидетельство это не проповедь, это не надо проповедовать. Это надо рассказать вот эти какие-то особые моменты, когда мы замечаем, что в нашей жизни происходит, как Бог касается нас, и какие-то особые, наверное, моменты, которые мы вспоминаем. Вы знаете, друзья, много времени мы с вами проводим на дорогах. Вот такая наша жизнь в Америке, что не ездим мы троллейбусами, маршрутками, пешком мы мало ходим, даже кто живет тут три минуты от дома, все равно машину садятся и едут. Так устроена наша жизнь. Многие сейчас, наверное, подумали, это любимая твоя тема, дороги, примеры. Так оно и есть, друзья мои. Потому что, вы знаете, дороги, правила, езда на этих дорогах, это можно вести параллель нашей духовной всей жизни. Есть свои правила, да? Есть свои понятия, есть свои всякие моменты, которые мы знаем, где как ехать, когда ехать, когда остановиться, когда наоборот набрать скорость. И так происходит, что мы с вами бываем. Мы и в трафиках стоим, и ночью ездим, и днем мы с вами ездим. И мы наблюдаем на дорогах, ну, происходят различные ситуации в нашей жизни. Иногда мы смотрим, да, едет трак, и почему он так медленно едет, мы говорим. И нас это начинает там где-то мутить. Что ты-то встал вот в левую полосу, и ты медленно едешь, а тут еще бабушка на линкольне каком-то встала рядышком. И нас начинает вот так вот, а я же тут на своей машине, своей огненной колеснице, и я не могу понять. Такие ситуации различные происходят, да? Особенно молодежь это хорошо понимает, воспринимает. Ну, иногда мы с вами видим особые ситуации на дороге, когда происходят какие-то дорожно-транспортные происшествия. Да, колледжин называется тут, accidents. И мы с вами едем-едем, и раз, резко дорога останавливается. И что ж такое, что там происходит? Вроде же должно по времени лететь, а мы вот так вот едем медленно. И мы видим, что замедляется та полоса, да, встречная. Мы видим там уже emergency, полицейские, много машин уже, мигалки. И все сразу замедляют ход и начинают взглядываться. Что ж там происходит? Что ж там интересного? Смотрим, машина разбитая, лужи каких-то жидкостей на асфальте. Люди лежат, да, уже кого-то на носилках несут. И знаете, что интересно я заметил? Я с многими людьми езжу в машине, и мы начинаем какие-то идеи выражать свои на дорогах. Не так ли? Вот, летел, сломил голову, наверное, да, или еще что-либо. Вот, вот, и вот, и вот, и вот, и вот это наши все комментарии, наши вот эти все вещи. Но я поймал себя на одной вещи, друзья мои. Я скажу, почему я это говорю. Я очень редко или практически несколько раз сказал, Господи, я благодарю Тебя, что меня там сейчас нет. Ну, буквально, вот, не было, была такая ситуация. Вы помните, наверное, да, с моста упал поезд в районе там где-то 14-го, 114-го, 116-го экзитов. И многие из вас, вот, я слышал, говорили, я буквально только проехал это место, и поезд упал. А я чуть-чуть не доехал, я задержался, заехал за кофе взять себе чашечку кофе, и этот поезд упал. И там смерти были, и там машины побитые, и там много людей пострадало. И мы говорим, ну, повезло, проскочил, ну, как-то вот сложилась так ситуация, и вышел чистым из воды или сухим из воды. Я возвращаю к своей мысли, а что я самое главное о себе не говорю? Когда-то на этом месте Андрей Павлович, я помню это хорошо, в среду сказал такую фразу. Братья и сестры, от нас сокрыт духовный мир, в большинстве своем сокрыт духовный мир. Мы не видим, какая происходит борьба, и мы до конца, до конца не понимаем, он говорит, от чего и от кого Господь нас хранил и будет хранить. Мы не видим этого. Мы иногда думаем, раз притормозил, раз где-то задержался, ну, ах, не успел, где-то торопился, превысил там, где-то еще что-то, где-то как-то, где-то что-то происходит. И мы говорим, ну, вот, вот, да, вот, 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 вот. Но мы не замечаем, что в этих ситуациях происходит Божье благословение, Божья ограда, Божья защита. И мы должны за это благодарить Бога. И когда мы поворачиваемся налево или направо, где мы едем, и видим вот эти разбитые машины, людей, лежащих на обочинах, мы говорим, Господи, это же милость Твоя, что я вот здесь сейчас в трафике этом стою, и я не нахожусь там, в той ситуации, это милость Божия. Мне пришлось однажды участвовать в аварии, и я был ее виновником. Три машины пострадала, девочка пострадала, там такой трафик создались. Я вечером стоял на молитве, думаю, Господи, скорость была минимальная. Отвлекся просто переключить музыку. Тюк, впереди машина, она на встречную выезжает. Тюк, 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 и целая беда получилась. Иногда нам это смотрится так, знаете, ну, пронесло опять же, да, я возвращаюсь. Я хочу вам рассказать, братья и сестры, о своих днях рождениях в этом году. Не о том, сколько у меня было гостей, сколько мне лет исполнилось, не о том, что мы ели, какой стейк был и все остальное. Буквально месяц назад, месяц назад, трижды, трижды я мог бы привести этих людей, которые сидели рядом в вэне рабочем, трижды я появился на свет. Это я вам заявляю честным словом. Один раз это было на 512 дороге, мы ехали с работы, и нас подрезала одна машина. И что примечательно, да, превышая немножко на дороге всегда, да, ехав за рулем немножко быстро всегда, как это получается, на тот момент после работы уставшим мы ехали очень медленно. И буквально чудом мы просто выскочили оттуда. И первый раз это был мой сын Давид тогда. И он говорит, папа, а что это было? Я говорю, Давид, это просто ангел Божий подхватил нас и отвел в сторону. Спустя буквально некоторое время, короткое очень время, на пятерке в районе Олимпии, то же самое происходит. Буквально кто-то захотел на спортивной машине обогнать трак впереди идущий. И он просто чудом оказался между нами и траком, благодаря тому, что, опять же, да, можно сказать, благодаря тому, что широкая обочина, опять, видите, да, как я говорю, хватило времени отъехать в сторону. И он объехал, и потом все замедлили ход, извинились там друг перед другом, помахали. И третий раз я ехал сам уже, еще спустя неделю. И я каждый раз жене звонил, говорю, милая, поздравим меня с днем рождения. Что опять такое? Я говорю, вот такая ситуация. Что опять такое? Вот такая ситуация. Есть такой текст еще на Писании, друзья мои. Что-то он мне близок стал в последнее время после этих ситуаций. Притча 33 глава. Хочу прочитать с 6 по 8 стихи. Притча 33, 6, 8, 9. Кто обращал взор к нему, те просвещали. Селиться их не постыдятся. Этот нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Когда мы приехали домой с Давидом, это когда первый раз произошло, он мне говорит, я теперь, папа, понимаю, почему мы молимся, когда выезжаем из дома. Удивительно, да, братья и сестры? Такие как бы детали, которые мы иногда пропускаем, пронесло, выскочил. Ну я же водитель уже, 33 года стаж уже. Да сейчас я с кем? Давайте, что мы? Как мы? Да я знаю, как кого? Кого подрезать? Давай, кого обогнать? Что там? Где там? Как-то? Ты 65 ездишь, да 85 надо. И вот такие мы говорим слова. Но когда происходят вот такие ситуации, ты замечаешь, что одно мгновение, в одно мгновение, и ты бы мог просто оказаться там, на том месте, на асфальте. Позвонили бы твоей жене, детям и другим, и сказали, папы вашего больше нет. Но ангел Господень ополчается и избавляет их, и сохраняет их. Какие я взял для себя уроки, братья и сестры? Видя вот это водительство Божие, охрану Божию, какие я взял для себя уроки. Не все в этой жизни, друзья мои дорогие, зависит от нас. Не все в этой жизни зависит от нас. Мы иногда думаем, ну мы же продуманные, друзья мои, что не так? Мы же продуманные с вами. Мы с вами величайшие стратегии. Наполеон, Гитлер, Сталин, Жуков, все отдыхают, эти полководцы. Мы настолько продумываем всю стратегию, сейчас я так, сейчас я так, потом вот так, потом вот так, раз, 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 бац, и не получилось, да? И попали в яму. Да вы что, я сейчас вот сделаю, я куплю это, я поеду туда, у меня будет там трак или у меня будет тулс, я сделаю, я построю, продам. Раз и в минусе. И что происходит? Почему происходит? И мы возвращаемся к этой ситуации, ехав по правилам, тихонько, спокойно, я сказал себе, просто на тебя налетела машина, и чудом Божьим ты остался жив, или чуть ли калекой не остался. Братья и сестры, не все в этой жизни зависит от нас. И мы должны это усвоить, и мы должны это понять. Ничто в этой жизни не зависит даже от нас, я бы сказал. Есть определенные моменты, когда мы действительно должны жить правильно, поступать правильно, ездить правильно. Я помню, когда я был мальчишкой, мне было лет 13, я бредил траками, это там еще в бывшем Советском Союзе, у меня хорошо получалось в спортивной школе, там успехи некоторые были. Дедушка мне говорил, Вовка, тебе надо идти в спортинтернат, дальше развиваться, спортом заниматься, это хорошие деньги, это слава. Я говорю, нет, дед, хочу на фуру, на фуру хочу, Вова, пойми, дядя один, другой, папа там встретился со мной. Я говорю, нет, я хочу на фуру, хочу быть тракистом, дальнобойщиком хочу быть. И он мне принес такую фразу, дедушка, не ты, так тебя. И вы знаете, друзья, так вспомнилась эта фраза, представьте, да, сейчас мне 46 лет, в 13 лет я эту фразу услышал. 33 года назад эта фраза всплыла, как будто она вот сегодня была сказана. Не ты, так тебя. Сразу холодный пот по щекам, сразу легкая такая дрожь в руках. Весь твой опыт, весь твой экспириенс, все твое знание водительского дела, оно просто разлетелось бы в мгновение. Не все в этой жизни зависит от нас. И второй важный урок. Видя, как эти люди поступили, я увидел себя в этих людях. Иногда я так ездил. И я взял для себя урок. Не повторяй тех ошибок, которые ты заметил в людях в данной ситуации. Просто невнимательно за рулем. Просто не повернуть лишний раз голову, да, и это в большинстве, наверное, случаев, вот эти аварии, наезды друг на друга, есть статистика, происходит, когда человек просто оказывается, как мы говорим, в мертвой зоне или в темной зоне, там, да, не, как там называют, кто как называет. Ставят на новых машинах сейчас специальные зеркала. При сдаче экзаменов это много баллов играет, как человек головой крутит, смотрит в близлежащие машины, особенно сбоку, которые находятся. Оказаться в мертвой зоне у водителя и оказаться потом на мертвой зоне на асфальте. И ты смотришь на поведение, на поступки этих людей, и ты делаешь вывод для себя. Братья и сестры, как вы думаете, приятно мне было на тот момент? Не очень, чтобы очень, да, наверное? А я теперь задаю себе вопрос, если я так поступлю в данной ситуации, вот я поменяюся местами с теми водителями, как вы думаете, этим водителям приятно будет от того, как я буду поступать? И сразу я увидел для себя этот текст, ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Глядя на ошибки, глядя на какие-то промахи, то ли это на дороге, то ли это в жизни где-то, мы должны видеть и понимать, что это доставляет массу неприятностей, кучу возмущений, нарушение покоя, нарушение мира в сердце. И мы говорим, ну так это же с нами поступили так, я прав. А мы смотрим обратную ситуацию. Хотели бы мы, чтобы с нами так поступали или нет? Хотели, чтобы нас вот так подрезали, чтобы нам что-то делали на дорогах, как мы себя ведем. И называть их какими-то там именами. Когда я был мальчишкой, извиняюсь, опять пример этот из детства, любил журнал «За рулем». Это был такой культовый журнал для водителей, наверное, братья знают, кто тоже мой возраст. И там описывали всякие вещи, как ремонтировать машину, какие новинки есть. И привели там два примера, как два чемпиона мира по ралли, два наших советских водителя, решили устроить эксперимент. Их посадили за одинаковые машины и дали им одинаковые маршруты. Но одному сказали, ты должен ехать как хочешь, по беспределу ты можешь ехать. А ты должен ехать строго по правилам, соблюдать скорость, соблюдать правила обгона, все-все-все соблюдать. И выехали не из пункта А, а и приехали в пункт Б. И между ними была разница 5 или 6 минут, как сейчас помню. То есть на 5 минут приехал раньше тот, кто ехал не по правилам. И автор этой статьи пишет, стоит ли подвергать... А, он говорит, вот он ехал не по правилам, и там написано, он там нарушил это, он сделал то, он сделал то, он сделал то. Там целый список таких был нарушений. Но благодаря тому, что он мастер спорта, он избежал вот этих аварий, пишет он. А этот приехал на 5 минут позже, просто как начинающий водитель, тоже мастер спорта. И автор потом пишет, стоит ли за 5 минут... Братья и сестры, стоит ли за 5 минут подвергать жизнь свою и жизнь там пассажиров опасности, смертельной опасности? Я задал себе вопрос, не повторять их ошибок. Иногда нам хочется придавить, машины мощные, новые у нас у всех. Уже никто тут не ездит на машинах, наверное, 90-х годов. Мы их меняем одну за одной, одну за одной, надо же торопиться, спешить. Лошадей там все больше и больше под капотом становится, мощность все больше и больше, и нам все хочется, хочется. Но мы задаем себе вопрос, не повторять ошибок? Не повторять ошибок? Да благословит нас Господь, братья и сестры, видеть охрану Божию, видеть водительство Божие в нашей жизни и понимать эти важных два урока, что не все в этой жизни зависит от нас, от наших возможностей, способностей. И второй важный урок, не повторять тех ошибок, которые мы видим вокруг себя. Аминь.